Эфир канала ОТС продолжает программу экстренный вызов. Детям до 16 смотреть не рекомендуется. В студии работает Мария Никитина. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Собирались похитить 4 миллиона рублей, но потерпели фиаско. Дело о неудачных попытках взломать банкоматы дошло до суда. Лишил жителей Криводановки спортивного объекта и отделался условным сроком. Глава сельсовета выслушал обвинительный приговор. Внимание, розыск. Почему кража страйкбольного автомата может обернуться целой серией разбойных нападений? Пытались похитить деньги при помощи хитроумной компьютерной программы, но потерпели фиаско. Три фигуранта по делу о попытке краж из банкоматов предстанут перед Фемидой. Молодого человека в черной маске задержали 20 февраля на улице Орджиникидзе. Юноша сначала проник в помещение, где установлены банкоматы, а потом попытался сбежать от росгвардейцев. Полицейским задержанный рассказал, он пытался подключиться к терминалу при помощи специальной программы, чтобы поживиться чужими деньгами. Вскоре правоохранители поймали и подельников молодого человека. Сначала его приятеля, а затем идейного вдохновителя высокотехнологичного налета. Было установлено, что злоумышленники в один день совершили несколько попыток несанкционированного доступа в систему банкоматов в разных районах города. В частности, в Ленинском районе Новосибирска подозреваемые пытались похитить денежные средства из банкоматов нескольких банков. Для этого мужчины использовали самостоятельно разработанную компьютерную программу с вирусом. Однако ни одна из попыток снятия наличных злоумышленниками не удалась. Позже оказалось, программу подельники написали не сами. Старшему из злоумышленников ее прислал знакомый по сети. В ближайшее время фигуранты предстанут перед судом. Материалы в отношении автора компьютерного вируса выделены в отдельное производство. Изменил условия госконтракта и пошел под суд. Бывшему главе Криводановского сельсовета вынесли приговор за превышение должностных полномочий. Три года назад администрация Новосибирского района провела открытый аукцион по передаче прав на освоение участка площадью 4 квадратных километра в селе Криводановка. По условиям торгов земля предназначалась для строительства спортивных объектов. В связи с этим стоимость ее аренды была чисто символической – около 100 тысяч рублей в год. Победу в тендере одержала компания «Промстрой-Д». Однако коммерсанты не собирались возводить в населенном пункте стадионы. Куда больше их интересовали жилые дома. По версии следствия, глава сельсовета Владимир Чернов помог частной фирме изменить правила игры. В марте 2015 года бывший глава Криводановского сельского совета, действуя произвольно, явно превышая свои должностные полномочия, заключил с коммерческой организацией дополнительное соглашение, которым наделил ее правом осуществлять на данном земельном участке строительство многоквартирных жилых домов. Принимать такое решение он не имел права. В итоге застройщик получил возможность возводить жилые дома на участке высотой до 9 этажей без проведения нового аукциона. При этом цена аренды земли осталась прежней, в результате чего бюджет муниципального образования недополучил весьма солидную сумму. Для строительства жилых домов размеренные платы в разы превышает размер арендной платы, предусмотренного для строительства спортивных сооружений. Но также в результате жители Криводановского сельского совета не получили необходимый спортивный объект, несмотря на то, что нуждаются в этом. Таким образом, по мнению правоохранителей, Владимир Чернов нарушил права жителей Криводановки на занятия спортом, а также интересы администрации Новосибирского района. В отношении чиновника возбудили уголовное дело, а позже он предстал перед судом. Во время процесса фигурант настаивал, что был не в курсе того, что превышает полномочия. Ранее управленцы его ранга могли распоряжаться земельным фондом на вверенной территории. Но потом правила изменились, а Владимир Иванович якобы не успел ознакомиться с новыми веяниями. Но, как известно, незнание законов не освобождает от ответственности. Бывшего главу Криводановского сельсовета Фемида в итоге признала виновным и приговорила к трём годам условно с испытательным сроком 2,5 года. Решение суда в законную силу пока не вступило, и осуждённый может его обжаловать. Леонид Лишанко, Артём Валевич, экстренный вызов. Похитили недетскую игрушку и могут пойти на новые страшные преступления. Хитроумные воры завладели предельно точным макетом оружия. Необычное преступление совершили накануне двое неизвестных в Кировском районе Новосибирска. Поздно вечером двое молодых людей заглянули в магазин экипировки и оборудования для спортивной игры «Страйкбол». Время выбрали тщательно. Продавец уже закрыла зал и спустилась на цокольный этаж. Воров девушка не боялась. Всех любителей спортивно-тактической игры персонал магазина знал буквально в лицо. Услышав звон колокольчика на двери, продавщица вернулась. Поговорила с одним из клиентов, второго незваного гостя не заметила вовсе. Только на следующее утро персонал магазина осознал – произошло ЧП. Пришла продавец, открыла магазин и увидела, что одной винтовки нет. Сразу же позвонила мне, как администратору магазина. Я прибыл в магазин, просмотрел видеокамеры. Все, соответственно, на видеокамерах было очень четко видно преступников, их лица, то есть их одежду и все. Незамедлительно сообщили в органы. Камеры видеонаблюдения запечатлели. Молодые люди дождались, пока продавщица пойдет вверх по лестнице. Пока один злоумышленник отвлекал девушку, второй стремительно снял ствол с витрины и был таков. Винтовка для страйкбола – не оружие. Чтобы убить человека пластиковым шариком, нужно сильно постараться. Например, в упор выстрелить в глаз. Да и это сделать не получится без аккумулятора, который продается отдельно. Потенциальная опасность в другом. Всем лежать? Это ограбление. Поверили? Нет? Это потому, что вы знаете журналистов телеканала ОТС в лицо. Вот только страйкбольное оружие очень похоже на боевое. И если что, жертва преступления не сможет отличить его от настоящего. Так что обычная кража, ущерб от которой составил всего 15 тысяч рублей, может обернуться целой серией разбойных нападений. Мало кто захочет проверить, настоящий ли ствол в руках человека в черной маске. Полицейские начали искать злоумышленников. Приметы преступников. Первый мужчина. Ему на вид 20-25 лет. Рост около 170 сантиметров. Худощавого телосложения. Был одет в куртку темного цвета с капюшоном. Вязаную шапку черного цвета. Приметы второго гражданина. Ему на вид 25-30 лет. Рост около 175 сантиметров. Среднего телосложения. Он был одет в шапку с помпоном. Куртку черного цвета, синие кроссовки черного цвета с тремя белыми полосками и черной перчатки. Если вы знаете, где найти этих людей, позвоните по телефону, указанному внизу экрана. Анна Скок, Артем Валевич, экстренный вызов. Серьезный пожар произошел сегодня в поселке Пашино. Огонь практически уничтожил станцию техобслуживания и едва не перекинулся на соседние строения. Станция техобслуживания на улице Чекалина в Калининском районе Новосибирска загорелась сегодня днем. Пламя быстро объяло одноэтажное шлакоблочное строение. Работники бокса попытались справиться с огнем сами. Однако ничего не смогли сделать и все же вызвали специалистов. В результате пожара в одном из боксов полностью сгорела деревянная пришетка. Провалилась крыша. Причиной пожара дознаватели МЧС назвали перекал трубы печи, которая отапливалась в помещение. Ищут вторую неделю в Ленинском районе Новосибирска. Бесследно исчез иногородний студент технического вуза. Первокурсник НГТУ Данил Лосев ушел из студенческого общежития на проспекте Карла Маркса 29 октября. В Новосибирск 17-летний парень приехал учиться из Тобольска. Рост пропавшего выше среднего, волосы русые, глаза серые. Особая примета – носит очки. Данил был одет в синюю куртку, голубую шапку и темные джинсы. При себе имел рюкзак черного цвета с голубыми полосками, паспорт и мобильный телефон. Если у вас есть информация о местонахождении разыскиваемого, сообщите об этом волонтерам отряда «Лиза Алерт» или в полицию. На этом все. Информацию о происшествиях и преступлениях сообщайте по телефону 310-2005. Он доступен по будням в рабочее время с 10 утра до 6 вечера. Будьте осторожны и соблюдайте законы. Увидимся на канале ОТС. Субтитры подогнал «Симон»